Как же я запарилась в двести раз вставать и садиться. Привет! Всем привет! Это я, Руна Ким. И сегодня вы меня увидели без макияжа. Шок! Все в шоке. Нет, на самом деле, видите, я пришла после урока корейского. Да, сегодня у меня был урок корейского. И до этого надо было озвучивать легенды синего моря. Фея, тяжелые летчики, кимбок-джу. Короче говоря, у меня не было просто-напросто времени накраситься. Все, что я успела сделать, это накрасить брови и выбежать. Теперь я в офисе, потому что где-то через 45 минут у меня будет урок. Придет моя ученица, девочка. Я зовут Аружан. И с ней мы будем заниматься, потому что завтра у нее выступление. Мы с ней учим новую песню. И так как я не накрашена, я хочу, скажем так, ее не шокировать. И да, завтра она выступает. Насколько я поняла, что это типа конкурса. Это салфетки, которые, скажем так, просто помогут мне снять жирный блеск. Просто будем с вами болтать, я буду краситься. Вы, наверное, скажете, что за банальность? Все так делают, и ты так делаешь. Но на самом деле я всегда хотела попробовать снимать мейкапы. Тем более вы меня всегда почти всегда просите объяснить, как я делаю стрелки. Но, кстати, сегодня я не смогу это сделать, потому что сегодня я стрелки делать не буду. Ну ладно, давайте приступим. Так, большого зеркала у меня нету, поэтому я воспользуюсь этой пудреницей. Это Avon. Да, я ее вообще не пользуюсь. Не помню, когда я ее купила. В 2010 или 2009 году. Не знаю, для чего я купила. Я, как бы, свою пудрой не пользуюсь, хотя надо бы. Хотела вам создать тут, скажем так, предпраздничное настроение, потому что ноябрь заканчивается, скоро будет декабрь. Все начнут суетиться, готовятся к Новому году, и не нашла герланду. Вроде бы она была на студии, но, походу, ее домой оттащила. Не знаю, надо будет Юре позвонить и у него уточнить. Ну а пока я нанесла базу на лицо. Теперь можно наносить тональный крем. Так, тональным кремом в данный момент я пользуюсь от Maybelline. Суперстей Берескин. Нет, за это мне не платили, я просто сами делюсь, чем я пользуюсь. Я часто меняю тональный крем, потому что у меня комбинированная кожа. Вот здесь жирная, вот здесь нормальная. И, скажем так, из-за этого приходится аккуратнее подбирать, потому что они всегда подходят, и не всегда это красиво смотрится на моей коже. Нанесем слегка сюда. Да, я так и делаю. Я так делаю. Вы, может быть, так не делаете и не делаете. Пальчиками пальцев. Начинаем наносить это на лицо. Вот таким вот образом. Честно сказать, это я увидела у пони. Знаете такую? Она мейкап идет, очень популярная. Теперь все это будем растушевывать. У меня спонжик. Кто пользуется спонжиком, пользуйтесь спонжиком, либо пользуйтесь кисточкой, либо пальцами. Сейчас я прикольно выгляжу. Меня это прикалывает, так что давайте растушевывать. Так как брови у меня накрашены, я не хочу наносить на брови и вообще снимать брови, короче, заново рисовать. Для меня это муторно, мне это не нравится. Будем аккуратны, постараемся не задеть брови мои. Вообще, на самом деле, знаете, у меня брови жидкие. Вообще, у всей моей семьи нормальные густые брови. А у меня не брови, а фигня какая-то. Уродство на уродстве, так сказать. Да, вот такая у меня высокая самооценка. И я знаю, сейчас кто-то начнет говорить, вот ты типа темненькая, почему ты не употребляешь более темные тона. Честно говоря, я употреблял, но это так уродливо на мне выглядит. И дело не в том, что это мне одной кажется, что уродово. Все мне говорят, ше обязательно. Ну, либо хотя бы там попудрите, если вы пользуетесь пудрой. Так, нормально? Неплохо? Знаете, у меня в середине декабря будет экзамен по корейскому языку. И я очень сильно боюсь, вот вообще боюсь. Я не знаю, как я буду сдавать. Особенно мараги. Мараги это устная речь. Я вроде бы говорю, но все равно, знаете, все равно страшно. Всегда я, конечно, сдавала на отлично, но вдруг в этот раз я сдам плохо. А потом с другой стороны думаю, ну какая нафиг разница. Не главное ли то, чтобы я на самом деле знала, чтобы в этой вот голове все запомнилось, а не то, как я это сдам. Тем более, меня из-за того, что я плохо сдам, не вытурят из корейского центра. Да, я надеюсь. Да, сейчас будем пользоваться корректором. Тут карандашик для прыщей, всяких покраснений. А как вы видите, у меня на лбу выскочило. У меня такое бывает, да, иногда бывает. Сейчас это больше, скажем так, из-за того, что наступила зима. И я ношу шапку. Из-за этого, скажем так, у меня начали выявляться покраснения. Жидким корректором мы подрисуем себе... Как это называется, господи? Короче, под глазами. В том, чтобы мой огроменный нос казался меньше, сделаем вот так. Так, крылья подкрасим, темные места, чтобы не было уродства, как я говорю. Короче говоря, все места, которые надо осветить, осветляем. И чтобы лицо казалось худее, вы все думали, что капец, руна похудела. Делаем вот такие вот штучки. Мне кажется, блин, на Хэллоуин можно было тупо так пойти и все не париться. Берем наш полюбившийся спонжик и начинаем растушевывать. Делаем очень быстрое и аккуратное движение. Мы не хотим никого пугать, мы не хотим выглядеть так, как будто какие-то непонятные светлые места у нас на лице. Поэтому делаем это все очень аккуратно, чтобы это было не сильно заметно. Я не знаю, правильно ли я все делаю. Я делаю так, как мне удобно, как я привыкла. Потому что я пою с младенчества, скажем так, на сцене и в филармонии, там где я работаю. Ой, я что, звук не выключила? Погодите, сейчас выключу звук. Люди мне пишут комментарии. Спасибо! Получается, из-за того, что я с детства пою, нас заставляли краситься. Ну, потому что мы должны были очень ярко выглядеть. Причем, знаете, иногда так нас красили, что прям, ну, господи, какой ужас, как клоун. Но выхода нет, приходилось выходить. А потом, когда я смотрела фотографии, то есть меня фотографировали родители, там, друзья, одноклассницы, да, со сцены, я видела, что, в принципе, это нормально выглядит. Это, оказывается, меня шокировало. База по тени у меня от Vivienne Sabo. Не знаю, как это читается. Сейчас надо мной все, кто знает французский язык, будут ржать. Скажут, ну ты вообще колхозница. Наносим пальчиком. Эти тени мне когда-то подрела моя Женгешка. Кто не из Казахстана, вы, наверное, не поймете. Женгешка это, скажем так, жена моего родного брата. Сноха. Да, вот, короче, Сноха у меня... Кстати, наверное, вы не знаете. Сейчас я вас шокирую. У меня два родных старших брата. И один мой брат женат на русской, а второй брат женат на кореянке. И, соответственно, я замужем за корейцем. Все-все понятно, да, как у нас тут все происходит. Так как мне не надо ничего такого сложного делать, то я возьму светлый, встряхнем. Нам лишнее нужно. И аккуратненько. Честно говоря, скажите, о, господи, что за цвета она подбирает? Вот манбетка. Не, на самом деле мне нравится. Я думаю, вам тоже понравится, как это будет выглядеть на моих глазах. Честно говоря, знаете, на всех глазах разные тени по-разному выглядят. Даже одна и та же техника порой бывает по-разному выглядит. Хотя, не спорю, у нас в Казахстане вообще среди ее знаменитостей какая-то болезнь. И они все красятся, знаете, одинаково, короче говоря. И когда я вижу так накрашенных девушек, я сразу знаю, что даже если они выглядят как кореянки там, или, ну, как южнокореянки, или как китаянки, то все равно это понятно, что это из Казахстана. Потому что так красят только у нас. Я не знаю, возможно, какой-то крутой мейкапер сказал в Казахстане, так должны красить, и это круто, и все его послушали. Либо, я не знаю, либо это просто их форме глаз, может, подходит. И я просто-напросто в этом не разбираюсь. Возможно. Возможно. Окей. Теперь возьмем. Маленькую такую кисточку, она мне нравится. Ей удобно делать всякие там стрелки, если делаешь стрелки тенями. Но возьму вот эти темные тени, встряхнем. И теперь просто слегка углубим наш взгляд, чтобы моя учительница не сказала, вы больны? Апайо! Так, красим возле края. Слегка растушевываем. Честно говоря, я часто, когда крашусь, не знаю, чего я хочу добиться, поэтому тупо просто крашу так, как мне нравится. Так, закрашиваем до середины, может, даже больше. И начинаем, видите, прокрашивать, скажем так, эту складку верхнюю, за счет чего взгляд становится глубже. Не знаю, вам это заметно или нет, но на самом деле такие есть. Если у вас двойное веко, то я думаю, вам это подойдет. Если у вас не двойное веко, то посмотрите туториалы у кореанок. Честно, я не знаю, как красить на другие глаза. Мне этот мейк нужен только для того, чтобы не шокировать моих учеников. Так, снизу чуть-чуть подкрасим. Чот-та! Теперь второй глаз. Чот-та! Да я просто мастер мейкапа! Все! Прощай, кей-поп новости, прощай, корейский язык, буду вести кей-поп. Ой, какой кей-поп? Буду вести мейкап, во! Уже, короче говоря, куда бы меня ни клонило, все равно меня клонят кей-попу, да? Так, какой-то черный карандаш. Не знаю, здесь стерлось, не знаю, что это за карандаш. Кто-то, знаете, приподнимает веко и прокрашивает вот так. Я так не умею, честно. Прикиньте, я лоханулась. Я забыла камеру свою зарядить, и она у меня отключилась, когда я что-то говорила. Я даже не помню, что я говорила. Но я остановилась и не стала краситься. Быстро подзарядила, и у меня очень мало времени. Просто слышу шаги, боюсь, вдруг это ко мне пришли. Еще нет. У меня есть около 8 минут. Быстро красимся! Подкрашиваем карандашом. Вы, кстати, знаете, вы на Новый год как готовитесь? Делаете какие-нибудь там, не знаю, специальный манитюр там какой-нибудь тематический? Или, может, вы специально подбираете одежду под цвет? Например, я каждый год, когда встречаю какой-нибудь следующий год, я всегда подбираю под цвету какую-нибудь одежду. И в крайнем случае, либо я сама сошью, либо я куплю что-нибудь такого же цвета. Тушь от Maybelline Colossal Go Extreme Volume. Обыкновенная тушь, но мне она нравится. Когда, кстати, я открываю тушь, я всегда выкручиваю аккуратненько, чтобы она у меня не засохла и, имеющаясь, покупать новую. И хорошенько, очень тщательно прокрашиваю свои реснички, потому что они у меня длинные, они у меня закручиваются. Короче говоря, очень красивые. Сама себя не похвалишь, никто не похвалит. Но моим ресницам далеко до ресниц моего любимого. Да, у моего мужа очень длинные ресницы от роды. Кстати, вообще, заметили, что у парней почему-то всегда очень пушистые, длинные и вот такие изгибающиеся ресницы? За что? Вот скажите, за что? Или, может, просто они у них такие, потому что они не красятся? Хотя, если так посмотреть, то они даже, когда маленькие у них такие ресницы. Так, нижние. Да, я прокрашу нижние ресницы. Я очень надеюсь, что я успею докраситься, пока люди не придут, и успею закончить это видео. А то будет очень обидно. Остался последний штрих, хотя нет, не последний. Еще надо будет румяна. Короче говоря, смотрите, в последнее время я пользуюсь таким цветом темным. Карандаш вообще самый простой. И в последнее время моя страсть – это вот помада Matte Me, то есть делай мне матовым от Slick Makeup. Она, конечно, слегка сушит, но очень красиво выглядит, мне нравится. Так, губы готовы. И у меня сегодня с собой румян нет, но я вот нашла такую штучку. Тоже от Avon. Что ты вообще, что за фигня? Я ничего фанатка Avon. Короче, здесь кристаллики, и у меня нету с собой кисточки специально, но есть этот спонжик, поэтому я буду этим спонжиком. Так, вроде бы все. Я закончила, надеюсь, вам это понравилось. И у меня есть время, я могу с вами поговорить. Пару минут, одну, две, три минуты. Я думаю, сейчас посмотрю. Прикиньте, да, ровно три минуты у меня есть. Я могу с вами попрощаться, собрать все это, быстренько сесть и готова ждать свою ученицу. Кстати, напишите мне в комментариях, как вы повседневно краситесь. Краситесь ли вы тональным кремом? Надеюсь, я не слишком страшно выгляжу и вам это нравится, потому что в моем маленьком зеркале я, в принципе, выгляжу довольно-таки сносно и довольно-таки симпатично. Ничего так симпатичное, да? Но, заметьте, все-таки, когда красишься, раскрывает взгляд, лицо становится красивее. Скоро декабрь и я обещаю, я начну украшать все в новогоднем стиле и обязательно отсниму. Я постараюсь снять кучу-кучу видосиков новогодних, чтобы у вас поднялось настроение, вам было весело и, ну, элементарно. Было приятно смотреть. Я давно хотела попробовать накраситься. Знаете, я тут 200 лет ставила свет и из-за этого я опаздываю. И ко мне скоро придут. Но, я думаю, это того стоило. Я надеюсь, что вам понравится это видео. И вы обязательно поставите лайк. И, конечно же, обязательно подпишитесь на мой канал и не отпишитесь, сказав, что за фигня она делает мейкап? Ну, я же девушка. Конечно же, я крашусь. Вы, если девушка, вы тоже краситесь. А если вы парень, то вы, как минимум, умываетесь, наверное, раз в день. Короче говоря, как-то за собой ухаживаете. И, кстати, большое спасибо за комплимент, за то, что я якобы похудела. Скажу вам честно, я похудела в июне или в июле на 6 килограммов. И с тех пор я не сбрасывала. То есть, как потеряла 6 килограммов, вот я в том весе и осталась. Не буду говорить, сколько я вешаю, потому что все равно это страшная цифра. Не люблю, вообще не люблю, когда обсуждают вес. Без разницы, чей. Мой или чей-то другой, но мой лучше не обсуждать вообще. Кстати, на этот Новый год, не то, что Новый год, хочу в декабре сделать себе какой-нибудь хороший маникюр. Если вы в Астане знаете каких-нибудь хороших маникюрщиц, точнее, кто умеет делать такие, знаете, тематические ногти. Потому что я видела, у нас очень много, кто делает маникюр, но они делают стандартный. И когда у них спрашивают, можете сделать то, например, рисуйки за элементарно снежинок, ну как-то скреативить. Они такие, нет, к сожалению, нет. Вот есть у нас девочка, которая так делает, но сегодня ее нет. И всегда вот есть девочка, которая это делает, но сегодня ее нет. Мне кажется, так многие салоны тупо отмазываются, а на самом деле нет никакой девочки. И никто на самом деле это не умеет делать. Но я же вижу, что люди делают. Я тоже хочу себе сделать. Конечно, я хочу быть при параде, я хочу сделать какой-нибудь красивенький маникюр, что-нибудь со снежинками такое сказочное, чтобы настроение поднималось. Думаю, это сделано, наверное, где-то в декабре. Может быть, даже гель накроем. Да, гель, хотя снимать это вообще задница полная. Вот. Ладно, я сейчас всех очень сильно люблю. Если вам понравилось такого рода видео, то напишите мне. И напишите, как я уже говорила, какой мейкап вы любите делать повседневно. Вообще делаете или нет. И как вам такая помада? Она мне вообще идет, нет? Мне-то нравится, как это выглядит. Вдруг я как урод выгляжу, а вы все не хотите меня обижать и не говорите. Поэтому напишите, как это нормально, нет? Вот, все. Я вас всех очень сильно люблю. Пока! Надеюсь, первый блин никому. И надеюсь, мой видосик вам понравится. Пока! Я 200 лет прощаюсь. Блин, что за человек? Теперь это все собрать надо. А это выкинуть надо. Так, где мои все карандашики? Да, забираем! Обираем! Видите, у меня красная сумочка. Ой, я же говорила, что я люблю красный цвет, поэтому у меня все красное. Так, все быстренько... Быстренько все закидываем. Ой, это же... Помадой своей капнула, что ли? Моя резинка с волосом. Ну и, конечно, сейчас вот так сделаю. По мне, честно, я считаю, что это мобитизм полный. Вот так делать это... Называется. Девочка, ты тупеешь, не делай так. Но сейчас у меня нету варианта, поэтому сделаю так. И теперь надо будет все собрать. Камера, свет, мотор! Пока! Пока!